Приветствую вас, вы знаете, ваш вопрос это такая одна большая жалоба на всех, на мужа, на родителей, на родителей мужа, на дочь. Вот. И так далее. Вы даже не задаете вопросов никакого. Собственно. Ну вот вы всё написали, а вопросы где? Вопросов в чём? Хотите-то чего? Понимаете? Если говорить о рекомендациях по поводу того, как наладить отношения между вами и вашим мужем, например, чтобы он стал проводить больше времени и давать эмоциональную поддержку. Это одно. Его нужно стимулировать мужа. Для этого вам нужно менять своё поведение. Если вы хотите вообще поменять свой вектор движения по жизни, это другое. И начинать нужно с того, что... Начинать нужно с того, что проанализировать ваши отношения в частности с вашими родителями и отцом. Который... Который... Ну... Как-то вот... Странно, странно себя повёл. Понимаете? Вот. 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 Поэтому, Мария, честно говоря, вот в такой неопределённости вы пребываете, да? То есть вы не определили сам, чего хотите, да? Давайте разберём. Мы прожили в браке, значит, восемь лет. Я никогда не любила детей и своего планировала только когда будет жильё и полная материальная независимость. А если вы не любили детей, для чего ребёнок вообще тогда вам нужен? Не любите вы детей и по какой причине? Что именно в детях вам не нравится? Что раздражает? Быть может, если проанализировать, что раздражает в детях, то, может быть, лучше будет, легче, удобнее. Может быть, детское поведение чем-то вызывает у вас какие-то негативные чувства, переживания, может быть, эмоциональный вслед. Имеет место быть. Поддастись колкостям его родственников, значит, вы пишите его родственников. Колкостям его родственников на тему того, что я бесплодна, они абсолютно игнорировали мои пояснения, что я не люблю детей. Если уход за ними 24 часа в сутки меня обременит. И обидным словам моей бабочки я решил родить ребёнка. Что интересно, вы абсолютно никак не оцениваете своё такое поведение. Совсем не оцениваете тот факт, что ребёнок ваш по сути средства, чтобы доказать другим, что вы не такая. Что вы другая, что вы лучше, что вы не бесплодны, а способны родить детей, например. То есть, ребёнок это средство для того, чтобы что-то доказать кому-то. Ну, вот как вы сами к этому относитесь, к факту? Считаете ли вы его нормальным, этот факт? Значит, когда ребёнок родился, муж плотно занялся карьерой. Да, вас ведь задевало то, что родители говорят такие вещи. Родители, бабушка, вас ведь задевало это. Вопрос, чем? Когда ребёнок родился, муж плотно занялся карьерой. Значит, на меня, владельцы своего бизнеса, который требовал силы времени, обручили заботу по ребёнку. Ну, вот здесь, конечно, очень интересная позиция. То есть, ребёнка родили вы, а заботы по нему обручились на вас. Странно. Нет, конечно, конечно, вы можете сказать, что родственники обещали помочь с ребёнком. Вот, я понимаю, но вы рассчитывали на то, что они будут помогать вам и вашему ребёнку так сильно, что даже не предполагали того факта, что они не будут этого делать. А что давало вам такую уверенность в стопроцентной вероятности помощи ваших родных? Особенно с учётом того, что они вас подкалывали и обижались, что, как бы, говорит о негативном отношении к вам. То есть, понимаете, у вас здесь такая ситуация, вы пишете, на меня обручились заботы по ребёнку. Нет. Правильнее было бы сказать, я оказалась перед необходимостью заботиться о ребёнке. Они не доставляли радости, как и сам ребёнок. Но, я полагаю, это связано с тем, что вы психологически не были готовы к рождению ребёнка и родили его чисто, опять же, как средство, что требует отдельного анализа. А родственники мужа отказались дерзать в слово и не помогли, ни разу не приехали до сих пор. Ну, понимаете, вот все перечисления того, что вы говорите про мать, про отца, кстати, они, я так понимаю, ваши мать и отец, они поровну, то есть, ну, они поровень живут. Вот, соответственно, между ними были и есть какие-то проблемы, и, может быть, именно в этих проблемах и кроется причина того, что вы не любите детей, что дети для вас это что-то плохое. Значит, так вот, в перечислении этого чувствуется, как вам себя жаль, чувствуется, как вы выставляете себя жертвой здесь. Вот только, если по факту, да, то какая польза от того, что вы жертва? Какая польза от того, что вы, как бы, ну, имеете обиды и нереализованные ожидания насчёт каждого из родственников? Понимаете? То есть, вам станет легче, если вы сами возьмёте ответственность за это всё на себя. То есть, сказать, что я поверил родным, хотя не стоило верить. А если я поверил, то по какой причине я поверил? Да? Я позволила себе родить ребёнка как средство, несмотря на то, что я не люблю детей, и позволила себе обречь его, ребёнка, на отсутствие любви со своей стороны. А, соответственно, на отсутствие близкой мамы. А, соответственно, она обрекла его на отстранённую маму. Понимаете? Вот. Вот за это нужно ответственность взять, и уже из этого что-то делать. Например, нанять няньку, чтобы она с ребёнком проводила больше времени. Да, вы, соответственно, занимались бы своей работой и так далее. Очень много родителей, которые, ну, которые всё время заняты, так делают. Один из старых проектов, так, значит, ну опять, это вот проект тоже, это жертвенная позиция. Так, значит, сейчас у нас обязанности по ребёнку разделены. Они впечатли, а муж опросит её в сад и забирает оттуда. Я проводил с ребёнком утро и целый день воскресенья, а он вечер и целый день субботы. А мне кажется, что это какое-то очень слишком, слишком рафинированное разграничение. То есть, никакой эмоциональности я не чувствую. То есть, вообще-то, нужно проводить вместе всё время с ребёнком. Ну, то есть, время вместе нужно проводить с ребёнком, да, и общего будет не звано. Что-то. Я испытываю в отношениях дискомфорт и несчастье. Муж не уделяет мне время, и я предлагал ему освободить для наших отношений любой день и часы. Он согласился на вторник, но два раза это были встречи как... Это были встречи как двух друзей, общение с его стороны о бизнесе, работе. Ну, значит, здесь опять несколько странно выглядит ваша попытка наладить отношения. То есть, вы эмоциональные отношения пытаетесь начать договором. Это не договором делается, а желаниями. Если у вас есть, эм... Эм... Попрепность в эмоциях, попрепность в чувствах, попрепность его внимания. Муж... То есть, мужу, мужу нужно захотеть обратить на вас внимание и захотеть провести с вами время. И делать это нужно не договорами, а поведением. Своим поведением, своим общением. Понимаете? Своим отношением к нему, в конце концов. Исходя из того, что вы знаете о его симпатиях, о его предпочтениях, о его, там, может быть, пристрастиях в женщине, в сексе и так далее, допустим. Да? То есть, например, вы можете просто пригласить его, например, на романтический ужин. Или просто, там, вызвать, вызвать его куда-нибудь, эээ... там, в кафе погулять. Или что-то еще, например. Вместе можете в один из выходных сходить. Но в этом всего не делается. Вместо этого вы договариваетесь на вторник. Вот это очень странно. То есть, побыть вместе во вторник. Что у вас за отношения с мужем такие? Умеете ли вы выстраивать близкие отношения? Принимаете ли вы своего мужа целиком? Принимаете ли вы себя, такое, какая вы есть? Ну, раз не любите детей, значит, наверное, нет. Значит, наверное, нет. А все потому, что родители ваши, скорее всего, были эмоционально отдалены друг от друга. Все попытки поговорить о чувствах, романтике нас, как мужчин и женщин, он игнорирует и ведет себя странно. Поговорить о чувствах о нас. А вот как вы это делаете? Просто вот как вы разговариваете о чувствах? Что вы говорите? А хотите вы чего? Вы своего мужа как воспринимаете? В позиции, я хочу для тебя или я хочу для себя? Если хочу для тебя, это одно. А если хочу для себя, это другое. Вот у меня создало такое ощущение, что вы хотите для себя. Но любовь, но любовь, это отдача. Любовь, это отдача, это для тебя. А у вас для себя. Значит, можно говорить о том, что вы его не любите. Или любите, но помимо любви есть еще какие-то примеси. С этим нужно разбираться. Что ж. Муж молчит, читает телефон, переводит на другую тему, смотрит в сторону автоматически. Тот отвечает, у нас нет общения в быту. Любые разговоры со мной, он его обременяет. Ну, значит, вы говорите не на том языке, либо вы что-то от него требуете, либо вы ничего ему не даете. Опять же, нужно анализировать ваши отношения с мужем за те годы, что вы вместе. Ведь вы же его как-то выбрали, вы же начали с ним жить. И, наверное, когда-то у вас все было хорошо. А потом начались такие проблемы. У нас нет секса, потому что он согласен только на быстрые, без прелюдий. А мне необходима романтика, игра и эмоциональность. А быстрый секс вызывает у меня постоянный цистит. Всегда после него надо лечиться и пить таблетки. Что-то как-то странно получается. Я, конечно, не врач. Что такое цистит, знаю, весна отдаленно. Но муж ведь в курсе, что у вас цистит. Муж ведь в курсе, что вы болеете, что у вас негативное какое-то восприятие. Этой вот самой, ну, негативное восприятие быстрого секса. Тогда как же он согласен на быстрый секс без прелюдий? Если вы знаете, что вам необходима романтика, игра и эмоциональность. То его, получается, это не волнует? А по какой причине его это не волнует? А как сделать так, чтобы его это волновало? Да? Нужно повысить его нужду в вас. А этой нужды нет. Получается. Когда муж и ребенок приходят домой, они ведут себя невоспитанно, очень громко и эмоционально общаются. Но вы же сами говорили, что вам нужен эмоциональный институт. Вы говорите, что эмоционально и громко общаются. Это плохо. Противоречие как-то получается. То есть, у вас есть потребность в эмоциональности, но при этом все должно быть ровно, при этом все должно быть распределено. Так не бывает. То есть, как бы, все должно быть в норме. То есть, если ребенок, то он, ну, ребенок, он, тем более, в 3,5 года он, в принципе, должен эмоционально общаться. Потому что ребенок в этой годы только познает границы свои. А как вас, как вас это задевает? Отлично. Дочь часто капризничает и с ним она старается ее дразнить, чтобы довести до слез, а потом резко утешить. Такое поведение в отношении ее мне не нравится, все замечания он игнорирует. Ну, это, понимаете, это вот то, как вы себя поставили в отношениях. То есть, к вам вообще никакого внимания нет. То есть, к вашему слову никто не прислушивается. То есть, вы незначимы в своей семье. И вот нужно анализировать, какое у вас вообще представление о себе и как вы выбирали своего мужа. Потому что, еще раз повторю, такое поведение не может начаться вот вдруг. Такое поведение, оно имеет свои корни. Формально я замужем, но в душе я чувствую себя так, как будто свободный и готовый к новому отношению. Вот именно. Вы своего мужа не воспринимаете как партнера. Вы своего мужа не воспринимаете как кого-то, кому нужно что-то отбавать. Вы готовы к новому отношению, от него требуете вы то, что вам нужно. Соответственно, определитесь, либо вы нанимаете няньку и работаете больше, зарабатываете, становитесь независимыми и уже выстраиваете свою жизнь как хотите. Либо вы начинаете обращать внимание на своего мужа и делать какие-то вещи для него просто так. Просто так. Не знаю, что мне делать дальше. Финансово я во многом завися от мужа. Статия улучшится только через пароль и отвечать от него. И забрать ребенка тоже не выход. Я буду уставать и срывать на нее злость. Она будет отвлекать меня от работы, которая для меня очень важна. Ну, я говорю, нянька, вот нянька здесь вариант хороший. Но, конечно, к ребенку отношение это очень травматично для него будет. Сейчас муж с ней помогает. Ну, а тогда будет нянька помогать. С учетом того, что муж будет платить алименты, я думаю, вы справитесь. Все, остается как есть. Неменосимое ощущение, что он чужой человек. Ну, а вы для него чужой человек, потому что вы говорите на разных языках. Вас не интересуют его разговоры о бизнесе и работе. Знаете, может быть, мужу нужно с чего-то начать, и он не может говорить о чувствах в чистом виде. Ну, потому что он мужчина. А темы его, которые волнуют его, вы не поддерживаете. Кстати, а что у вас общего вообще? Что вас объединяет? Или что вас объединяло ранее? Может быть, на это стоит обратить внимание. А сейчас я думаю, что вам нужно определиться с тем, что конкретно у вас есть к вашему мужу. Вот как вы его воспринимаете? Как вы его видите? Что вы хотите для него? Вот это вот, мне кажется, сейчас актуально для вас. Так, чувство одиночества я никогда не испытываю, оставаясь одна. Это чувство приходит, когда мы вместе находимся в одной квартире или куда-то идем. Ну, потому что вы не хотите принять других людей. Не хотите принять других людей, не хотите на их языке говорить. Потому что вы чувствуете себя одинокой. То есть вы как бы закрываетесь от них. Вот. Я так полагаю. Ага. Вы как закрываетесь от них, вы потому что считаете себя лучше, чем они. В глубине души. А лучше вы себя считаете потому, что ещё глубже. Вы обесцениваете себя. А обесценивание себя, это непринятие себя, это скованность. Это скованность. Так. Дочь с его присутствием становится невоспитанной, неряшливой, крикливой, приставучей, беспокойной, болтливой и требовательной. И что? И что? Ну и что дальше? А с вами она какая? Может быть как-то вот нужно баланс найти? Знаете, может быть если вы будете играть со своей дочерью, если вы будете проявлять себя более активно по отношению к ней, она будет более уравновешенная. Потому что с папой она чувствует, что может быть такой, какая есть и выплёскивает всё, что у неё копится, возможно, за пребывание с вами. Если они на кухне, невозможно ни с ним поговорить, ни поесть, приготовить. На всё это я реагирую сдержанно, но иногда я всё взрываю страшными приступами, ненависти и злобы. Кличо оскорбляю, очень хочется ударить и мужа и дочь. Мария. Я полагаю, что вас волнует мнение других людей. Я полагаю, что за это мнение других людей вы и боретесь, и боретесь. И идёте на всяческие жертвы. Вот. Изначально вы купились на мнение других людей о себе, как о бесплодной. Вас это задевало. Вот в этом направлении и нужно копать. То есть вопрос самооценки, вопрос принятия от себя. Вот. И, собственно, вам нужно менять отношение к самой себе, в первую очередь. Дочь любить не обязательно, мужа любить не обязательно, а вот к себе более ценность на отношение стоит. Вот. И, в конце концов, взять в руки себя, свою ответственность за жизнь и уже выстраивать её так, как хотите, без оглядки на кого-либо. Вот. А если вы поддаётесь на мнение других людей, если вас это всё волнует, если вас это всё задевает, колыщат, раздражают, то, с одной стороны, вы не удовлетворены, потому что вы не чувствуете себя свободной. А, с другой стороны, возникает такая история, что вы чувствуете злобу, агрессию и так далее. Вот. Этим вы вредите себе и дочери. Вот так, Мария, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что этого немного, но, тем не менее, вы сами вопроса никакого не задаёте себе, кроме только того, что не знаю, что делать дальше. Ну, вот. Если вы не знаете, что делать дальше, то не понять, чего вы хотите. Вот от этого отталкивайтесь. Что я хочу. И чем готовы за это платить. И какие у меня есть возможности для того, чтобы реализовать то, что я хочу. Я хочу сама. Не других, а я хочу. Понимаете? Муж, муж, он человек, и он не обязан давать вам внимание, и он не обязан давать вам поддержку. Не обязан. Он может, но не обязан. Понимаете? Вот, если вы это примете, то он не обязан, и что только вы ответственны сами за себя. Ну, вот. Тогда всё и будет. Кстати, а если дочь не любите, имеет ли смысл дочь оставлять с собой? Может быть, тогда пусть она живёт с мужем. Муж-то её вроде как любит. Муж ей и няньку наймёт, и всё. А вы будете её сами, без ребёнка, если вы его не любите. И вам легче будет, и ему, я думаю, тоже. Подумайте об этом. И поговорите с мужем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего доброго и удачи.